Меня зовут Александр, я являюсь представителем АГБТ-сообщества из Крыма. В 2014 году в связи с ситуацией незаконной аннексии Крыма я покинул территорию родного дома, так как подвергся нападению со стороны правоохранительных органов. К моему дому подъехал автомобиль. Лада, это автомобиль принадлежал одному из участковых нашим. Это был не служебный автомобиль, это был частный автомобиль, который принадлежал нашему участковому полицейскому. Под предлогом проверки меня увезли в поселковое отделение полиции. Заведя меня в местное полицейское отделение, закрыв двери изнутри, меня начали избивать. Били всевозможными предметами. От папок с документами до двухлитровую, применяли двухлитровую бутылку из-под воды, набирали воду в нее и избивали. Застегнули наручниками. Это происходило са-два-три. Для меня это целая вечность продлилась. Поэтому применяли очень жестокие удары на подвергстве, очень жестоким ударом. Мне выбили зубы. Болит ребро. Была проблема с позвоночником до сих пор, уже 4 года, как у меня проблема с позвоночником. Наносили удары сначала по голове, а потом начали по всему телу, просто по всему телу. Пытались меня изнасиловать предметом, который находится в туалете у каждого нормального гражданина. Да, и пытались меня изнасиловать этим предметом. Я сопротивлялся, конечно же, но что я мог сделать? Я был пристегнут наручниками. Я знал этих сотрудников полиции, так как при Украине еще это был наш участковый инспектор. Просто после аннексии Крыма они переодели форму и остались те же самые сотрудники. Полицейский открывал список, и там были имена и фамилии людей, которые состоят в ЛГБТ-сообществе. Это наталкивает на мысль, что мы все были в списке, а нас все знали. То есть мы были в группе рисков. Я знаю о нескольких случаях таких, что узвимые группы, я имею в виду ЛГБТ-сообщества, либо люди, которые страдают алкоголическими заболеваниями, либо принимают наркотики, крымские татары тоже к ним применялись такие функции, так отнимали жилье, которое находится в курортной зоне, которое, по моему мнению, стоит больших денег. И просто мы, как социальная группа, которая стоит в группе риска, просто отнимали, так как в моей ситуации я без родителей, я жил один, проживал один. Ко мне применили такого рода пытки, да, и заставили. Просто вынудили подписать, и убеждениями, унижениями, оскорблениями, угрозами меня вынудили покинуть территорию Крыма. Я покинул Крым, родной дом, так как у меня не осталось ничего, у меня не оставалось другого выбора, так как я считаю это опасным. Я выехал в одну из европейских стран, где запросил убежище. Я считаю, что на территории Крыма сейчас ситуация очень напряженная. В отношении ЛГБТ сообщества это отдельная вообще история, так как большинство, большинство либо покинули территорию, либо просто закрылись, ушли, как говорят, в подполье. Они скрывают свою гендерную аналитичность, так как боятся преследований со стороны властей. Просто об этом, так как, да, после аннексии Крым, как бы закрытая территория, об этом никто не может рассказать. Многие боятся об этом рассказывать. Не все хотят выступить публично и заявлять об этом. Многие боятся, боятся преследования различных факторов. И я считаю, что с этим нужно бороться, нужно открывать миру глаза на то, что происходило. Эти случаи ужасные, и об этом не нужно молчать, так как чем больше люди будут молчать, это будет происходить все чаще и чаще в таких случаях. Продолжение следует...